Наконец-то настал долгожданный для многих момент – вечер зрелищных боев смешанных боевых искусств. Ташкент принял первый турнир ММА, который стал также 20-м юбилейным для GFC Promotion. Для того, чтобы стать свидетелем этого по-настоящему исторического события, в столичную Хумуарену прибыли толпы болельщиков. В ходе торжественной церемонии открытия всех гостей и участников поприветствовали заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов, президент Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Атабе Кумаров, а также почетный гость мероприятия, чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В число почетных гостей также вошли звезды мирового спорта Джефф Монсон, Фрэнк Мир и Рой Джонс. Последний порадовал публику своим ярким выступлением. Итак, теперь можно и приступить непосредственно к боям. Зрители ожидала целая череда мощных противостояний. Всего 12 поединков, 7 из которых с участием узбекских бойцов. В числе остальных представители из России, Беларуси, Азербайджана, Хорватии, Бразилии, Франции, Италии, Аргентины, Суринам и Туниса. Первыми на октагон поднялись наш соотечественник Ахладдин Мирзадавлатов и азербайджанец Джафар Исмиев. 28-летний узбекистанец, на счету которого 8 боев и всего одно поражение, является серебряным призером чемпионата мира ММА и известен под прозвищем «Азиатский волк». Уже на 37-й секунде четвертой минуты при помощи удушающего приема он пополнил свою копилку еще одной победой. Мы поздравляем вас с победой. Какие впечатления? Впечатления хорошие. Соревнование прошло отлично. У меня получилось выиграть и оправдать надежды страны и всего народа. Это первый турнир ММА в Узбекистане. Как думаете, будет ли развиваться этот спорт в нашей стране? Все в Узбекистане с нетерпением ожидали открытия ММА. Надеюсь, что этот вид спорта будет развиваться. Мы приложим все свои усилия к этому. У нас есть очень хорошие и достойные спортсмены. Во второй битве сошлись узбекистанец Джохангир Джумаев и француз Давид Сом. Здесь зрители ожидал немного другой стиль боя. Наш соотечественник, двукратный чемпион мира по рукопашному бою, также быстро закончил поединок в свою пользу. Первый бой, который продлился все три раунда по пять минут, прошел между узбекистанцем Авлеохоном Хамидовым и бразильцем Луизом Фильо. Бесспорно, это противостояние стало самым интересным. Как с точки зрения боевых приемов, так и эмоций соперников. Итак, дорогие телезрители, первый в истории Узбекистана международный турнир смешанных единоборств ММА проходит очень зрелищно. По сообщениям организаторов, не осталось ни одного непроданного билета. Все трибуны полны, все активно поддерживают участников, особенно семерых представителей Узбекистана. Три боя уже прошло, выявились победители. Сейчас за нашими спинами проходит четвертый бой, в котором сражаются представитель России Макошарип Зайнуков и бразилец Кладалю Лима. Так что давайте поддержим участников в этом же духе. В результате победа досталась россиянину. В следующем бою очередной наш соотечественник Джамшит Рахманалиев уступил представителю Суринам Клайду Брансвику. О том, как это было, нам рассказал сам победитель. В первую очередь не могу не сказать, что аудитория была просто потрясающей. Люди здесь просто вау. Хочу их всех за это поблагодарить. Что касается боя, в первом раунде я потратил слишком много времени на предугадывание действий соперника. Слишком долго фокусировался. Во втором раунде я стал немного больше двигаться. И это стало верным решением. Соперник был сильным. У него мощная правая и отличная блокировка. Организация турнира отличная. Все предусмотрено. Даже связь на моем телефоне. Супер. Это мой первый визит и не последний. Ну а как же оценивают турнир болельщики? Очень красивый экзал. Очень красивые спортсмены. Все подготовка классная у них. У всех. Ну ждем сейчас чемпионов. Очень большие впечатления, что в нашей стране проводятся такие большие мероприятия. Джей ФСИ, что такие звезды приехали к нам. Это очень классно. Возвращаемся к боям. Марат Магомедов из России оказался сильнее итальянца Кристиана Бринзана. А в бою между нашим соотечественником Нурсултаном Розы Боевым и украинцем Артемом Шакала зафиксирован технический нокаут. Далее узбекистанец Амин Иргашев уступил белорусу Сергею Алексеевичу. Россиянин Шамиль Зауров одолел хорвата Ивицу Трушика. А Музафар Раджабов одержал верх над Эл-Эйдином Бен-Халимой из Туниса. Остался центральный поединок. Но до этого в качестве подарка Хабиб Нурмагомедов вручил президенту Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Атабеку Умарову символичный чемпионский пояс GFC. И вот, наконец, главное противостояние вечера. На октагоне появились россиянин Умар Нурмагомедов и аргентинец Брайан Гонсалес. Несмотря на то, что зрители приготовились к пяти раундам боя, действующий обладатель чемпионского пояса GFC Нурмагомедов победил уже во втором раунде. Томным чемпионом Туниса Умар Нурмагомедов! На этом первый международный турнир ММА в Узбекистане подошел к концу. Но Ассоциация смешанных боевых искусств обещает, что это всего лишь начало.